Первое – это восхищение грязью. Дохлая ворона и это... Очень деликатно дополняли общую картину необыкновенного ощущения созрацания. Каждое слово, которое вы скажете, может быть использовано за вас. Тайна. Это, кстати, надо обдумать. Это не так-то просто. Но всё делалось для того, чтобы художник никогда не добирался до свободы. Просвечивает ли божественное через произведение искусства? И это всё удивительно крутится, движется. Я не мог отрываться. Мы это сейчас поправим, сказал он. Он берёт остатки грязи и вымазывает этих коммергеров грязью. У греков такое было, что человека нельзя назвать счастливым, пока он не умер. Вот тут я испытал до какого-то катаспорта. Вот на эту тему, может быть, очень скажете. Это интересно. Друзья, я рад приветствовать вас на канале ТО Эстетика. И сегодня у нас в гостях два замечательных художника. Александр Давыдович Корноухов и Александр Николаевич Солдатов. И речь у нас пойдёт о том, что такое форма и каково её значение для искусства. Для того, чтобы раскрыть эту тему, мы приехали в Музей современного искусства, где сегодня представлены работы Андрея Николаевича Красулина, которые станут для нас точкой отсчёта. КОНЕЦ 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 Мы все теперь уже побывали на выставке, который вот сейчас, я думаю, мы покажем. Зрители тоже увидят, может быть, даже придут, посмотрят. Скажите, пожалуйста, вот какие у вас впечатления от этой выставки, Александр Давыдович? Ну, автора я очень давно знаю, и для меня эта выставка всё-таки оказалась более-менее неожиданной. Потому что я видел где-то 5-6 выставок его, которые такого впечатления не создавали. Это были выставки. А здесь, благодаря замечательному организатору этой выставки, где мы пошли, ну, я увидел абсолютно целостное пространство, когда и стены, и даже колонны там 19 века начинают входить и давать какое-то удивительное целостное пространство, когда все вещи делаются не в условиях какого-то некоторого художественного просто пространства, которые входят, помимо всего этого, в некоторый такой демократический круг Древней Греции, когда каждая вещь начинает быть почти физическим событием. И тем самым накладывает своё существование на эти стены. И стены тоже делаются в едином времени с этой выставкой. Не то, что временно там что-то такое поместилось, потом будет убрано. Там появляется вот единомоментное событие и для архитектуры, и для того, что там показывают. Ну, мне показалось, что это очень серьёзная и большая работа, и очень талантливая, которая была переведена. Вы, наверное, заметили, что там нету просто обычных для выставки подиумов. Там есть развороты стен. То есть то, на чём стоят и покоятся эти скульптуры, они в том же времени находятся, что и стены. А стены в то же время, они показывают проёмы дверей или колонн, но находятся в каком-то таком нежном соотношении к тому, что испанируется, что их не опережает, не выходят какими-то чиновничьими пуговицами, как это часто бывает, если делается выставка каких-то знатных, но себя любящих в дворцах. Александр, а как вам эта выставка? Я, во-первых, очень впечатлён выставкой. Для меня она была неожиданной. Неожиданно в каком-то самораскрытии своём. Я хочу тему продолжить вот этого вот пространства. Действительно, выставка меня в первую очередь удивила именно этой организацией пространства. И действительно, я полностью соглашусь связи вот того, что выставлено с теми стенами. Там есть, допустим, такой просмотр, когда мы действительно видим колонну 19 века, перспективы каких-то архитектурных дверей, и в конце портрет висит. Ну, как бы портрет уже как выставочный экспонат. Остальное всё выставлено настолько удачно. И, на мой взгляд, это особенно красиво скрывается в лёгком движении. Вот когда переходишь из зала в зал, входишь в зал и двигаешься, и все эти экспонаты в этом пространстве, растворяясь, тоже приходят в какое-то состояние движения. И при этом, при всём, я вхожу в зал высокий. Есть какие-то элементы архитектуры, которые выдают то, что эта архитектура не специально под выставку, а какая-то своя. Но когда я вхожу вот в тот зал, где посвящено, например, Мандельштаму, то там особенно это чувствуется, как пространство начинает удивительным образом раскрываться и работать. И тогда уже некоторые элементы, которые вроде бы мешают мне архитектуре, они уходят на второй план, я их не вижу. Я вижу в лёгком движении некий пейзаж, который сошёл с картины, как бы видеть такой инсталляции, вот здесь раскрывает нам какую-то удивительную сущность самих предметов, которые там выставлены в каком-то реальном пространстве. Даже когда я перемещаюсь в зал, где идёт уже кадр видеосъёмки самого процесса, это меня совершенно завражало. Я сел там на стульчик, там можно смотреть, как сам автор скульптора ставит какие-то свои предметы, свои скульптуры, вещи, и это всё удивительно крутится, движется. Я не мог оторваться. Я созрацал, как художник ходит, сам скульптор, как эти скульптуры поворачиваются, как их заменяются. Там нет звука. Иногда какой-то шелест или хруст того, что он ставил, очень деликатно дополняли общую картину необыкновенного ощущения созрацания. Вот сидишь, и это созрацаешь. А спиной, когда я повернулся, я увидел как раз инвалида. Это меня совершенно потрясло. Вот инвалид и коляска, это металлическая, потом несколько вариаций маленьких. Совершенно потрясающие вещи. Я прям не мог оторваться. Вот мое впечатление совершенно удивительное. Выставка меня потрясла. Мне хотелось тут что-то добавить, что мне показалось ещё важно, что каждый из этих объектов, какие есть, он не закрывается, не отчуждается, а они как бы взаиморастворяются с этим пространством. То есть, с одной стороны, это всё вещи, которые не находятся в некотором замкнутом художественном пространстве, они выходят и дышат так, как вот, скажем, дышат магические, египетские какие-то скульптуры, которые никак нельзя замкнуть в клетку художественного пространства. Они всё время выходят наружу. Вот мне всё время приходит на ум, что, чтобы можно было как бы с чем-то это сравнить, это вот в Пушкинском музее есть чёрная собака, которая настолько плотна по ощущению времени, что сначала, ну, привычная такая, как сказать, шаблонная мысль, что это, наверное, какой-нибудь языческий бог в неё вселился, поэтому она такая. А с другой стороны, мне нравится, что у него, это не языческий бог в них вселяется, а это форма материала, который он отворяет её из замкнутого пространства и её кровотворную способность двигать образную энергию нам навстречу. Вот мне показалось, когда Саша говорил по поводу инвалида, это не памятник инвалиду, это действительно отворённое пространство этого материала навстречу нам. И найти какие-то точные слова, потому что это не мемориальные вещи, не воспоминания. Да, конечно. Они вот есть сейчас. И вот с этой точки зрения, я думаю, что тут появляется то, чем мы давно не владеем. Мы не владеем древним менталитетом, когда мы находимся в едином, я не хочу сказать, конфессионном пространстве, вообще даже в каком-то глубоком цивилизационном пространстве, потому что мы все с поднятыми варитниками, замкнутые своей шинелькой, одеждой, и постоянно в неё завёртываемся. И когда мы начинаем останавливать своё внимание на чём-то, наше внимание скорее дальше отгоняет образ, который ещё больше завёртывается в своё замкнутое пространство. Это я просто рассказываю, как мы себя видим в метро, скажем, я не знаю. Мы не можем никак ни с чем соединиться. И вот здесь, в этой работе, которая была представлена, я всю выставку называю, это большой работой, там перемешиваются времена, там, по сути, нету хронологии, там нет подписи под каждый из объектов, и нету вот какого-то отдельного замкнутого пространства, на которое надо устанавливать свой художественный глаз. Вот этого нет. Но там есть на белых стенах подписи в каждом зале, то есть объяснение общей концерции. Это дело другое, да, но я просто рассказываю, и нету. Мне кажется, когда нету названий у каждой скульптуры конкретно, там появляется какое-то другое. Это всё-таки вместо рамы. Скульптура сразу, когда она прячется за каким-то названием, иногда даже совершенно, может быть, отвлечённым, как у того же Дали, там, какой-нибудь, он говорит, тот на меня подействовал, там, порхание двух бабочек, а на эту тему потом пойдут какие-нибудь с длинными ногами слоны, ещё что угодно. Ничего нету. Вот оно полностью растворено в том пространстве, в котором находится зритель, и зритель тоже начинает быть другим. он не входит с официальным билетом в кармане, с непромокшими ботинками в состоянии какого-то температурного охвата головы. Он начинает тоже растворяться в этом пространстве. Вот это, мне кажется, очень интересно. очень интересная тема, я бы обозначил её так, форма и слово, название работы. Ведь иногда слово нам может даже мешать воспринимать работу Александра, вы как считаете? Знаете, что, я вот хочу продолжить вот эту тему, ответная реакция зрителя. Вот это у меня больше всего потрясло, потому что это очень важно, что вот это самораскрытие образа, когда в образе начинает открываться нам вот та почвенная сущность, которая стоит за образом, это один путь восхождения вот к, как свечение из тьмы тайны сущего в образе нам вдруг высвечивается полнота, не будучи ей самой сущности. Так, потом ответная реакция возвращения туда самого зрителя. Вот это я испытал до какого-то катарсиса почти, потому что я сидел в тот момент, когда я особенно созвратил процесс. Поэтому мне очень важно, что действительно Икар Сулин в одном интервью говорит, что для него результат – это процесс. Даже, да. Сам процесс является результатом. Вот это особенно чувствуется, когда видишь вот эту вот движущую с картинку видео, как он это создает. Но это чувствуется везде во всем. Я тут совершенно соглашусь с Сашей, что особенно те вещи, которые не полностью абстрактные, а фигуративные, надпись бы мешала. Она не нужна. Вот это самораскрытие самого тонкого голоса вещей происходит блестяще, без всякой напись. Напись нам нечто будет навязываться. А тут оно само является. Это настолько потрясающе. Нам еще повезло. Зальникова не было, была тишина, ничто не мешало. Я был на самом деле в удивительном каком-то впечатлении вот этого состояния полноты созерцания. Но при мне была молодая пара, которая приехала почему-то из какого-то, как он называется, сибирского города, Красноярска, из Красноярска. Не художники. И они были в полном потрясении. Я думал, может быть, они все время ходят на выставки, профессии, чем они соединены. Они говорят, что это какая-то необыкновенная ясность. Я попытаюсь сейчас сказать, как мы попрыгаем вокруг этих трех сосен или трех деревьев. Ну, скажем, мы произносим слово прачка. Ну, прачка не накрывает образ человека. Это же не понятно, какого острова, где эта прачка, болеет она, не болеет. И что там дальше, мы не знаем. То есть, вот это название, которое вдруг сразу создает некоторый контрольный пункт, который скорее ломает пространство, чем открывает его. Это вот два примера. С одной стороны, да, тоже никого не было, кроме этих двух ребят. И при этом мне очень понравились они как свидетели. Я вот дальше думаю, что такое свидетели. Потому что свидетели – это то, чего так долго, по-моему, добивался от нас Рембрандт. Вот я уже говорил Саше, это сейчас, ну, перед экраном это, может быть, первый раз прозвучит, что, когда я долго смотрел на его многие вещи, которые никак не входили в эстетику идеальных фигур или красоты или еще чего-то. Ну, вот мы смотрим на это похищение Ганимеда, это такой перезрелый, уже далеко не мальчик, и в то же время не юноша, и бомбина, который на бомбу больше похож, чем на что-либо, который, значит, на наших глазах корчится, писается, а его уносит орел, который больше похож на, как это называется, на чучело, чучелообразный, куда-то в неизвестность совсем. И тогда начинаешь думать, вот с такой тщательностью и так долго работал художник. Я вот стою, смотрю на картину и не могу понять, куда же он ведет свою мысль, чего он хочет. И я начинаю стоять и думать, потихонечку я начинаю понимать, что вот этот Ганимед, который похищаемый, которому не на что опереться вообще, что в конце концов я, который, значит, принес тепло из интерьера в интерьер и, может быть, еще не совсем с пустым карманом и в этот момент не болею, что я такой же, в общем, похищаемый Ганимед и тоже завис. Я совершенно не могу ручаться, что да, здесь меня охраняют вот эти замечательные стены, потолок, нету никакого землетрясения и ничто мне несколько минут не угрожает. Но на самом деле я вживаюсь в то, что я начинаю быть свидетелем, а не зрителем. То есть то, что Рембрандт хотел из нас сделать, свидетелем, а не зрителем. И вот то, что мы начинаем видеть на этой выставке. Мне кажется, это важная тема. Вообще, тема свидетельства для ТЭО эстетики очень важна. Но мне, знаете, что хотелось бы проговорить? Один важный момент. Вы сказали, пришла пара, вот, можно сказать, неподготовленных зрителей. Вот как вы думаете, человек просто, который зайдет со стороны и увидит вот это современное искусство, как он будет его воспринимать? Ведь это же может остаться недоступным. Алексей, вот тут как раз и есть моя неподготовленность. Потому что, когда я говорю, что они, наверное, неподготовленные, это именно тот запах овечьей шкуры, в который я завернут. Я не должен говорить, что они неподготовленные. Я не открыт. Но в любом случае, это был бы мой вопрос. Вот, Александр, как вы думаете, если люди с улицы зайдут неподготовленные, которые не знают, что такое современное искусство и увидят вот то, что там представлено, а согласитесь, вот это все-таки требует какой-то, наверное, подготовки, чтобы иметь вкус к современному. Знаете, у меня был опыт. В каком-то смысле я был совершенно неподготовлен к такому роду восприятия, когда я впервые попал вот в этот самый музей Бронли, где выставлено искусство первобытное, там аборигинов современных, маски, и вот то, что видели в начале 20 века, собственно говоря, наши художники, чем были впечатлены. По-моему, для меня это был такой шок, как какой-то человек сейчас бы зашел на выставку, скажем, вот Красулина, но это не значит, что был у меня какой-то барьер. Барьера не было. Ну вот Саша сейчас рассказал, что видел супружескую пару, которую это чем-то очень зацепило, задело. Она заставила остановиться и начать вот тот процесс созерцания. Я думаю, что тут барьер достаточно легко может разрушаться. Он не обязательно железобетонной стеной стоит. Мне кажется, что тут надо вернуть некоторых, может быть, технические слова. Попытаюсь сказать, что человек, который пришел с улицы, понятно, что если он мимо проносится на машине со скоростью 100 км в час, то мы от него ничего ждать не будем. Но если он приходит и составляет свою систему координат, то есть начинает созерцать, я не знаю, сколько ему это время на то, чтобы войти в то пространство, где он живет вместе физической жизнью с тем, что он видит. И я надеюсь только на это. Это единственный мой ответ. Он не говорит о том, что этот человек болеет в этот момент или вообще он социально непригоден что-нибудь видеть или еще что-то. Я думаю, что вот надо на эту тему говорить так, что он в этот момент перестроится. Молодой человек, вот он попадает, как любой из нас может попасть в какую-то неожиданную историю. Ну вот скажем, тут автомобилисты и рядом с каким-то заснувшим навсегда, не знаю, газелью, из-под него обязательно выбежит кто-то, чего мы даже не можем ожидать. Заранее подозревать, что оттуда выбежит кошка, мальчик или еще что-то, мы не можем. Соответственно, в нас остается тот самый рискованный процент жизни, который и дает нам систему координат, который позволяет нам войти в эту ситуацию. Она контрастна тому, когда человек после каких-то великих трудов и имеющих о себе большое мнение приезжает отдохнуть на дачу, но у него, значит, в его машине стучит какая-то супермузыка, которая не дает ему увидеть пейзаж, куда он приехал. Ну вот эти вот все вот формы не очень чистого попадания в систему координат события. Да, то есть в этой ситуации сложно быть свидетелем. Так нет, а вот свидетель это с той стороны. Дело в том, что художник призывает тебя быть свидетелем, но не называет это. Потому что я вообще считаю, что здесь вот очень важен то, что нами не познано, этот нейтральный воздух события, которое я различаю даже вот в такой странной ситуации, когда мы берем ну предельно, как это называется, пасторальную тему, где вообще все гладко-гладко. Там вот я имею в виду старосветские помещики. И вот между собой когда разговаривает Афанасий Иванович с как ее зовут, надо вспомнить, с Пульхирьей Ивановной, да, и они говорят таким голосом, что как бы они поют одну песню. Если смотреть пристально, там та же самая ситуация, что и здесь. Они говорят вот в это самое пространство воздуха, которое не названо. И, соответственно, то, что они говорят, там имеет сложную закрытую форму, и то, что человек ожидает своим сердцем, и то, что потом так появляется симфонии, это оказывается передачей через неназванное место. Я прошу прощения, но это очень важный момент. Нет, уже не нужно здесь просить прощения, наоборот, это нужно было бы пояснить, но вот методом... А я что, не точно сказал? Нет, нет, все правильно. Просто вот мне бы хотелось поднять тему вот абстракции. Вот здесь мы же видим все-таки это абстрактное искусство. Нет, это не абстрактное. А вот как бы вы тогда это охарактеризовали? А что такое абстрактное искусство, сначала скажем? Давайте тогда договоримся, да, это уход от формы, как я это себе представляю. Не знаю, давайте посмотрим, где уходит. Вот, скажем, ротка, это абстрактное искусство? Ну, в какой-то степени, мне кажется, да. Ну, опять, смотря по той фантазии, как смотрит на этот человек, потому что с какой-то точки зрения там все-таки постоянно идет очень важная струя вверха и низа, неба и земли. И вот эти вот переходы, которые буквально где-то очень физически переживаются взаимоотношениями. Он же не делает диагональные, он делает горизонтальные. А горизонтальные это говорит уже об отношении неба и земли. То есть тут вот система ассоциации, она дает систему координат. Там, где появляется система координат, значит, как это назвать абстрактным? Сложно назвать. Ну, я не знаю, давайте... Александр, а вы как полагаете? Ну, я, в общем, абсолютно согласен с этим, что есть, ну, как вот Саша сказал, система координат, и это уже нельзя назвать абстракцией полностью. Вот, поэтому для меня вот то, что мы сейчас видели, я даже не могу вспомнить чисто абстрактные вещи, вот то, что мы сейчас видели на выставке. Их-то, по-моему, нет там. Нет, там есть ряд процессов, которые для меня абсолютно новые. Вот, скажем, когда он где-то в конце своего, этого показанного времени начинает обращаться к картине, там несколько картин, они представляют из себя сложнейший переход от скульптуры к живописи. И мне показалось, это очень интересно. Ну, понятно, что ни одна из его картин не обладает никакими рамами, рам нет. И тогда появляется вот этот самый рельеф, который, кстати, прячется где-то за системой металлических сеток, на которых есть небольшие рельефы. Вы помните, это замечательно тоже. И вот это спрятанное темное пространство в тени, оно там очень важно, как домовое в сказках о русской избе. Там невозможно никуда. Это какое-то сущее, неназванное присутствие. И вот у него появляется поверхность холста, я пока условно говорю, потому что на самом деле там непонятно, холст ли это вообще. Это уже некоторый рельеф-объем, на котором возникает живопись, которая относится к своей базе как к рельефу. Вот это удивительно. Я просто раскаю какие-то тонкие переходы там. Может быть, у других будут другие впечатления, просто расскажу свои. Поэтому там, где у него почти акварельное, почти ничто не изображенное, или там, где он пишет автопортрет с затылка, то есть мы видим только форму головы и больше ничего нет. Это просто рассказывает насколько мы много применяем шаблонного подхода к нашей бесконечно образной земле, или, не знаю, природе, в которой мы находимся. Мы все-таки очень сильно прибегаем к шаблонному видению. Александр, а у вас какие впечатления? По поводу чего? Вот по поводу того, как вы это увидели, абстрактности. Я ожидал, когда я шел на выставку, я думал, там действительно будет какая-то часть буквально абстрактных вещей. Я вот их что-то с трудом не могу даже вспомнить. Во-первых, я еще раз вернусь к тому, что выставка меня потрясла, она мне очень понравилась. Контакт у меня состоялся, он меня еще более потрас, редко так бывает. Надолго ли она запомнится, я не знаю. Скорее всего, не очень надолго у меня, потому что это искусство в каком-то смысле для меня неожиданное открытие и ценность, которую я, может быть, сам не до конца обладаю. Это вот эта вот способность дать предельную свободу голосу самих вещей. Вот это вот для меня очень ценно у Красулина. Тут есть риски определенные для меня, например, потому что отдаваясь этому голосу вещей, полностью и как бы уходя в сторону от какой-либо попытки навязанной своей воли со стороны художника, я все время, как для меня кажется, рискую сойти в некоторый момент эстетизма, эстетизма, связанного с потерей этого, это опасность в абстракции таится вообще для меня, кажется, потерей вот поверхности формы с той смысловой сущностью внутренней. Этого я все время боюсь, потому что как только происходит разрыв, вот тут возникает момент опасности эстетизма, когда попадаешь в плоскость, созерцание как бы чистого голоса вещей без какого-либо вот той тайны смысла за ней стоящим. Вроде бы она присутствует, но она стремится настолько утончиться, почти разорваться, есть риск. Вот для меня этот риск сохраняется всегда. Но в данной выставке я шел с некоторым предвзятым отношением к этому предмету, я этого не испытал. То есть никакой потери связи у меня не произошло. То есть я это видел, мне это вызывало внутреннюю ответную реакцию, ликование, и дальше уже не поддается никакому понятийному рассказу, как это возвращается. Если я еще могу как-то попытаться охарактеризовать, как это до меня доходит сквозь вот эту очень истонченную форму, именно форму, поверхность формы у Корасулина в его явленных образах. Она у него предельно истонченная, и она позволяет ну как бы вернуть то, что мне был дар от этого изначального почеренного, так скажем, сущностного начала, вернуть свою ответную реакцию назад. Нет препятствия. Нет, эта форма не препятствует, она истончена. И вот эта ответная реакция и движение туда-сюда, то есть вот тайна бытия для меня раскрывается между поверхностью формы и глубиной сущности. Она где-то между, это вот это искрое движение. И в этой искрое движение я часто на выставке очень испытал внутренне, когда вот постоянно это происходило. И я испытывал такое удивительное чувство. Ну, мне хотелось рассказать как бы некоторые подступы к этой теме, которые Саша назвал. всем любимый и близкий к сердцу Матис, который когда-то создал этих замечательных трех рыбок. И они как бы живут уже одновременно в символике, потому что он потом берет этих трех рыбок и помещает их в интерьер следующей работы. Появляется странное их состояние. Они как бы и там, и тут присутствуют. А дальше он двигается к тому, что часть орнаментов с катерти, стола начинает быть автономной, равноправной и начинает двигаться как предметы. То есть у него орнаменты начинают выполнять роль предметов. А предметы начинают быть как это называется в железной дороге. Кто там управляет этим? Кто все забыл? Нет, а кто виноват бывает? Диспетчер. Ну, не диспетчер, но кто там разводит это. Там вот эта роль стрелочника. А стрелочниками являются яблоки, вазочки, они назывные. Вот я просто к чему говорю. Значит, он делает так, подходит к человеку, у которого в голове есть уже некоторые заложенные образы. Ну, как вот у нас с вами воспитаны, скажем, реакции на буквы. Не на какие-нибудь китайские иероги, которые не запомнишь, а какие-нибудь буквы там, не знаю, О, там, Р или еще что-то. И мы тогда можем на них их не переживать, а по диагонали их читать. И вот такая же форма отчасти есть и здесь, в микрособытиях. Вот, как я говорил, у Матисса он начинает двигаться движениями скатерти, которые создают основное пространство, а предметы делаются только поворотными, быстро узнаваемыми знаками, меняет местами. Вот такая же вещь, я просто говорю, какая подготовка к тому, чтобы можно было воспринять то, чего мы вот видели с Сашей. Скажем, у него там, где деревянные есть такие растительного типа резные вещи, они обусловлены тем, что в основании там идет доска. А доска уже жестко обрезана один раз. Вот это обрезание настолько серьезное, почти иудейское обрезание, которое сразу обрезало, и тогда талия, которая немножечко там вправо-влево вихляет, и вот эти вот обрезанные листья, они как бы сразу показывают и живое начало, и в то же время то, детерминированное тем процессом, который был до того. И вот мне показалось, что вот это пластическое раскрытие событий, которые у него есть, оно потом делает все яснее и яснее, по-моему, на эту тему, собственно, Саша и говорил. Да, да, я именно это, кстати, имел в виду. Вот есть как бы смысл, и есть его выражение. И когда максимально совпадают смысл и выражение, это, собственно, символ, смысл и выражение. Это и есть символ. Рождается символ. Вот про Матис я совершенно согласен, я прямо это чувствую. То есть форма способна до знаковости доводить узнаваемость через посредство символа вот этого единства смысла и выражения того, что он передает. То есть мы имеем мир образов, мы его воспринимаем, весь мир мы можем воспринимать только в образах. Они, образ это то, через что бытие само себя раскрывает. Образы, мир образов и бытие друг от друга зависимы. Одного без другого нет и не может быть. Если не будет никакого мира образа, то нет никакого бытия. И вот это сияние из глубин тайны мрака сущности бытия на поверхности формы есть мир образов. И вот мы это считываем. Потом надо еще возвратить это назад, вернуться в ту. И вот это дистанция возра. И вот это очень важный момент, что для меня почему опасность полной абстракции это разрыв с этим смыслом. То есть когда содержание оторвается от самого смысла. Мы теряем символ. Мы теряем вот важный момент символ. То есть это вот так все взаимосвязано. Мне кажется, это разговор довольно, может быть, и можно упростить. Это выход из процесса. Вот что такое процесс, сейчас тоже переведу немножко. Ну вот сильное бывает впечатление, ну один из любимых художников это Перасмани. Ну у него изначально была такая ситуация, что были эти лидерины, черные, закрытые лаками, я не знаю чем, полотно, которое было основой. И там я начинаю видеть процесс. Вот какой был процесс у него и потом передается мне как зрителю. Вот у него есть это самое небо, которое больше символ, чем небо. Он не смотрит, как туда, куда-то уходит горизонт облака или там какая-то молния. И он его сразу вычленяет. Он его закрашивает плотно голубой краской по черному фону. И тогда пространство делается так, что небо обозначается пространством, а оно выливается через черный деготь рождающихся образов назад внизу. И там более пространственные отношения, потому что фигуры далее, сапоги, которые блестят, части гармошки не знаю чего, они начинают создавать вот это пространственное магическое поле, где черный приобретает живое состояние, в то время как небо абсолютно плоское. Дальше я начинаю смотреть все его выразительные, но очень кратковременные образы лиц, которые, в общем, долго рассматривать практически невозможно, потому что они в конце концов архаические, но назывные. и тогда появляется процесс, какой был художник. Он быстро пытается закрыть все краской, и закрывая между этими моментами закрытия, начинает сочиться деготь того образа, который еще не определяем между ними через черное. То есть получается обратный ход, он не ходит, как Рембрандт, в сторону бесконечного углубления, в образ какого-то пожилого человека. Он делает эти глаза, усы, еще что-то и закрывает пространство этим. А образ рядом течет. А вот можно я продолжу? Вот исключительно хороший пример Саша привел с спирасмайем. Удивительно, как вот из этой области, чего она вырождается. Между тем, вот для меня еще выставка Красурина была чем ценна, если говорить о красоте все-таки. Все-таки вот это самораскрытие, всегда до конца не может нам быть понятно. Это тайна. То есть вот то, что я видел на выставке, это всегда явление тайное. Для меня это настолько потрясающе. То есть и вот это подлинная красота. И я думаю, что тогда, когда она начинала свое творчество, 70-е видимо, какие-то, ну 70-е до 60-е годы, вот этот протест против того идеала красоты, в кавычках говоря, и возвращение к плоскости, не знаю, насколько осознанно именно он этим словом мог апеллироваться как красота, но на самом деле именно это и случалось. то есть полная таинственность, тайна вот этого явления сущего, оно в красоте наиболее адекватно, потому что красота совершенно не поддается никаким дефинициям, она не поддается никакой попытке описать это как-то в понятиях. Это вот и есть тайна. Александр Давыдович, как вы думаете, здесь вообще уместно слово красота применительно к работам к этим? Я не знаю. Я сначала поставил на первый момент, что и у автора, и у зрителя есть процесс. и он начинает нас объединять, сам процесс. То есть я хочу свести пока к самому простому, что нельзя стоять на велосипеде. Только с момента, когда едешь, тогда все начинает как-то объединяться вокруг этого. Мне показалось, что слово красота, оно конечное. Мы можем вообще посмотреть, что такое. То есть так же, как мы не можем начинать со слова чудо, потому что чудо не может быть первым словом, оно может быть финальным. Тяжело начинать со слова любовь. Тоже она скорее финальная, чем начальная. То есть мы говорим о том, что так устроена наша биология, я не знаю, организация. У греков такое было, что человека нельзя назвать счастливым, пока он не умер. Вот когда он умер, мы знаем уже, как он жизнь полностью прожил, прошел. Вот только тогда может сказать, что человек прожил. А теперь попробуем посмотреть, что же происходит со зрителем, потому что это интересно. Потому что это все-таки не учение, это образы. И вот как получается, я вот, Саша уже несколько раз рассказывал, а сейчас, наверное, меня простит, лучше я повторю, потому что это простая формула, которая показывает, как мы начинаем соглашаться с автором, с его постановкой и в образной системе. Я беру самую простую сказку вот от Ганса Христиана Ганс Чурбан. Это третий сын, который у нас выполняет роль дурачка, но там, оказывается, миллион загадок по дороге. Значит, старшие братья едут на конкурс умного человека, чтобы стать женихом принцессы. В последнюю секунду достигает эта мысль этого Ганса, и отец ему сказал, да, вот то, что пылится на дороге, они уже поехали, и он вдруг внезапно, там нет никаких других объяснений, я тоже хочу, вот это я тоже хочу. И, кстати, слово хочу здесь очень важное, потому что хочу это уже процесс. Он садится на какую-то там ослицу, едет, и едет, и эта дорога оказывается крайне важна. Она важнее даже, чем то серьезное европейское, осмысленное, строгое понятие, которое у ребят, потому что его старшие братья, значит, один выучил так, Ганс Блатт там за все артиклики, значит, все, что там написано за год, а другой вообще все, всю юриспруденцию, все законы там, не знаю, в общем, человек чувствует, что он себя хорошо подготовил к встрече с принцессой, чтобы можно иметь независимую и свободную беседу. А дальше появляется соревнование между вот этими знаниями и тем, что по дороге Ганс Чурбан обнаруживает, что вокруг какая-то роскошная весенняя грязь, жирная, многоликая, многоголосая. Другой подумал, что как бы надо спасти свою одежду, еще что-то, а он набирает полные карманы грязи, потому что он ей удивлен. Едет дальше и видит дохлую ворону. Он всегда видел ворону только там, а то, что она лежит здесь, и такая доступная, и такая одинокая, он тоже берет ее с собой. Потом берет подколу, ржавую, уже никому не нужную. Она уже не только на пенсии, она вообще выкинута из всяких, как называется, пометословов. В общем, ее никогда не упоминает. Дальше появляется действие у этой самой принцессы. Она уже устала, потому что много пришло женихов, и все начинают со свободного вольного слова. Такого простого, почти по небратству, принцесса, как у вас жарко. Она устала, говорит, да, это, говорит, мы жарим цыплят. Мы цыплят жарим. Рядом сидят солидные, с седыми бородами, камергеры, все записывают, и человек не знает, как дальше вот эту простую речь продолжить. Она не продолжается. Она устала, говорит, следующее. И так проходят все, наступает момент, когда входит Ганс Чурбан, который сразу говорит, как у вас принцесса жарко, едва Е4, он говорит, это мы цыплят жарим. Как, говорит, прекрасно, значит, можно присоединиться к вашему, как это сказать, процессу, который здесь идет. Он говорит, а что вы можете предложить? У вас есть, что пожарить? Вы хотите жаркую? Да. И что? Он показывает дохлую ворону. Да, дохлую ворону, конечно, это серьезно. А у вас, может быть, и сковородка найдется? Он достает эту подкову. Да, замечательно. А какой же соус вы приготовили эту? Ну, он берет эту грязь. И мы тут потихонечку начинаем входить в систему вот этих, казалось бы, неожиданных, случайных, феноменальных сопоставлений. У нас организуется некоторое, как это назвать, в голове уже некоторое единое такая система восприятия, да, это уже что-то единое вместе с автором. То есть получается, что центр системы координат, проходящий через автор, накладывается на нас. И потом там идет проверка, как мы поверили в эту сказку. Принцесса ему говорит, а вот эти солидные люди, они записывают каждое наше слово. Тебе не страшно? Мы это сейчас поправим, сказал он. Он берет остатки грязи и вымазывает этих коммергеров грязью. И вот тут появляется интересная форма. Мы везде соглашаемся, а если он, значит, жених, и дальше он должен быть уже монархом, как же он дальше будет поступать? И вот тут появляется разрушение, которое делает ковид внутри нашей защитной системы, когда наша защитная система сама с собой борется. Я просто рассказываю, как усваивается образ. Это, кстати, надо обдумать, это не так-то просто. Пока у меня... Неинтересно? Нет, это очень интересно. Пока эти процессы идут у меня где-то в затылке, позвольте вам задать еще один простой, но очень важный и очень сложный вопрос. погрузился по рассказам. А вот мы заявили... Нет, подождите, я не кончил. Да, хорошо. Тут есть выступающие части, как горы снежные. Первое – это восхищение грязью. А мы можем, мы способны, когда это мы примеряем на себя, мы с этим как бы соглашаемся, но все-таки со стороны. Где мы начинаем полностью соглашаться с линией автора? Вот это очень интересно, потому что дальше идут сопоставления дохлая ворона и это. Но это, да, это интересно, в этом есть некоторый, как называется, гротеск. А когда он вдруг начинает... Понимаете, вот это вхождение в реальность, вот то, чего предлагает художник, это очень интересные события. Я просто вот беру какой-то сам примитивный пример, но вообще-то это интересно. Ну, тогда, может быть, вот пояснить вот эту тему, что такое вхождение в реальность? Так я только что рассказал, что там это почти как вхождение в сон, где мы все ожидаем. Во сне может быть все что угодно. То есть, как только было заявлено о том, сначала мы смотрим, да, он на своей, наверное, на своей ослице никогда не догонит своих братьев. Да, они умнее там на целый год серьезного изучения и так далее. А где он начинает догонять? Первый, он оказался свободный по отношению к этой весеннему пейзажу. Он там был предельно свободен. И мы тогда начинаем сравнить его свободу с маленьким фрагментом из Пушкина, когда себя в коня преобразив, а в сани жучку посадив. То есть, вот этот обмен, он дает мальчику полную свободу по отношению к реальности. Потому что до этого получается табель о рангах. Он, значит, сын какого-то крепостного, над ним там идут все дворецки и так далее. Это высоко. И он делает обратный ход. Он берет и собаку возводит в большую степень, чем сам себя. И появляется ощущение свободы. Я почему говорю, это очень важный ход, потому что художник это свобода. Александр, а вы как прокомментировали это вхождение в реальность? я вот полностью согласен, что вхождение в реальность для меня, во-первых, возможно, посредством формы и свобода. А вот свобода это то, не то, что иногда говорят, что насилие над формой, там еще что-то. С другой стороны, говорят, что надо полностью прислушиваться к голосу самих вещей и как быть внимательным к форме. И мне важен момент этой свобода. Свобода, взаимная свобода. Это свобода не только голоса самих вещей, но это и не должно быть насилие по отношению к зрителю, к возврату какой-то ответной реакции со стороны зрителя. Поэтому свобода это основа. Сейчас еще разочек прокомментирую, потому что это очень интересно. Вот всеми нами любимый Рембрандт. Вот когда он делает автопортреты, у него голова никогда не связана с плечевым поясом, она всегда отдельна. И мы, как зрители, которые очень уважают и любят Рембрандта, не придаем этому значению. Мы смотрим на Вато, и у него часто не бывает этой последовательной перспективы, которую он хочет. Там из тумана вытаскиваются локти, все что угодно, а вот этого пространства нет. И мы видим настолько значение его обращения к нам, что мы ему это все опускаем. Для нас это делается неважно. То есть, мы подчиняемся той удивительной логике, которую дает автор, совершенно неправильной с нашей точки зрения. Ну, как еще объяснить, я не знаю. нахуй. Тогда, ну, позвольте мне все-таки задать этот вопрос, что такое форма. Вот мы заявили тему форма, а ведь если я вот прямо вас спрошу двух художников, что такое форма, вы можете мне ответить? Ну, я вообще сегодня, вот когда была запись, первым делом спросил вас, а вы не можете сказать, что такое форма? Ведь это был первый вопрос, который я заду. Вот это нужно прояснить. Мне хочется, чтобы зрители услышали ваши голоса. Вот что так, вот что художник может сказать о форме? Что такое форма для произведения искусства? Вот она, Александр говорит, что она может истончаться. Ну, я понимаю, но это, в принципе, некоторое явление, почти невыразимое в слове, которое дает связь, нашу очень глубокую связь с миром. Форма – это то, что дает связь, потому что где-то мы не связываемся, но никак не можем. Если, скажем, у Экзипирии маленькая планета, где там одно дерево торчит, это его данные, это его форма. Наша форма, когда мы видим, что возрастает луна или заходит ранним утром, и она громадная, и на себя не похожа, и вся красная. Это такая форма вот в этот момент. То есть, мы сейчас говорим о том, что это очень точное состояние связей, которое происходит, переходит в образ. Я не знаю, вы скажите, что такое форма, я не очень знаю, что такое форма. Я боюсь, я тут не имею права сильно высказываться. Александр, вы как думаете? Ну, форма – это много чего можно говорить. Во-первых, для меня это место присутствия бытия. Нет никакого бытия без формы. Кстати говоря, христианство по преимуществу есть форма, именно поэтому. Во-вторых, очень важный момент. Форма – это движение. Это всегда движение, это не статика. Вот эти два ключевых понятия для меня вообще все определяют. То есть, форма – место присутствия бытия, форма – то, посредством чего раскрывается образ. Мир нам явлен, и само бытие является только посредством образов, а форма – это инструменты этих образов. И без формы нет ничего. И быть ничего не может. Почему форма – это движение? Сейчас можно? Это очень интересно. У меня было два таких случая детских, которые запомнились очень крепко. Первое – в нашем бедном детстве отец сказал, если ты нарисуешь велосипед, я тебе его куплю. Вот это мотивация. Нет, секундочку. Если ты нарисуешь велосипед, я тебе его куплю. Но я, значит, постарался, нарисовал, и дальше был от него вопрос, а сколько спиц в колесе? После чего я понял, что он не думает об образе велосипеда, ему надо что-то другое. Я отказался от этой мысли. Второе. Значит, учитель во втором классе говорит, дети, вот летом вы где-то провели, вот нарисуйте что-то на тему лета. Что? Ну, лес. Ну, что? Ну, дерево. Ну, какое дерево? Ну, березу. И я подумал, что если я был бы честный человек, я должен изобразить все листочки на этом дереве. Ну, тогда... А я этого не могу. Я ему говорю, я не могу изобразить все листочки. А что мы тогда изображаем, спрошу я его. И вот тут появляется странная вещь. Береза имеет форму? Да. А что такое все-таки под ветром ее крона или там отдельная ветка или еще что-то? Что мы там рисуем? Вот было рассказано, что мы можем видеть ее в движении. Тогда она раскрывается как форма. А можем увидеть ее не в движении. Она тогда тоже раскрывается как некоторое нами ощущение реальности, переданное от ее целого состояния кроны. Но мы никогда не спустимся до каждого листочка. Мы не спустимся. Потому что там появляется контрформа, а именно анатомия. Анатомия, она не живая. И тогда появляется странная штука, что идея перечисления не является формой. Забавно, да? Да. Нет, и слово идея здесь тоже, мне кажется, не случайно всплывает. Потому что у меня все равно напрашивается параллель форма, идея. Все-таки если вспомнить античную философию, то у Платона идея статична. Она как раз принцип неизменности и самотоождественности. А здесь мы говорим о некой динамике. Ну да, ну вот и получается удивительная разница. Я помню его рассуждение о кровати и о роли художника в этом. Ну у нас сейчас как бы отъехали от этого, и мы сейчас в другом пространстве находимся. И получается, что да, конечно, это сильные все вещи, но мы в другом времени. И вот мне показалось, что такое другое время. Можно? Конечно. Значит, вы помните, по Ветхому завету каждый, кто зайдет на гору Хариф, до смерти да умрет. Сейчас, значит, скажем, у католиков между мессами там человек может даже на престол присесть, ничего ему не будет. Значит, какой-то кусок времени прошу. Я почему об этом говорю? Значит, мы сравним, я прошу прощения за эти мерзкие слова, сейчас подумаем. Значит, с момента того, что осталось и зафиксировано, как древняя египетская достаточно, как это назвать, ну, такая магическая скульптура, да? И, скажем, современная какая-то скульптура, которая, с моей точки зрения, тоже сильная. Значит, вот то, что, значит, швейцарец построил здесь, вы знаете. Ну, кстати, можно упомянуть. Да, я хочу сказать, что вот эту разницу я очень хорошо ощущаю. Можно я расскажу, что это такое? Да, да, это интересно. Дело в том, что вот эта скульптура швейцарская. Ну, глина, о которой мы говорим. да, но глина, она как вот, мы как бы коллективно, долго, генетически и прочее знаем, что такое глина. Глина, которая не знает, где она кончается, и она не способна сама по себе сделать форму. То есть она в этом отношении абсолютно обнаженная на фоне любого пейзажа. То есть она дрожит. И когда, значит, ее художественное пространство здесь именно связывается с ее неспособностью быть, как сказать, завершенным материалом. То есть ее незавершенность в данном случае – это ее художественное пространство. И вот когда мы начинаем это осмыслять, а мы только сейчас это осмысляем, а когда мы были бы в Древней Египте, мы бы этого не осмыслили. Страшно, да? Не, ну, поэтому Древняя Египет-то не дает нам образцов такого искусства. Там принципиально другие вещи. Ну, я тогда расскажу, какой же там. Вот там, опять в этом греческом зале, который египетский, да, там вот я все время на нее ссылаюсь, там есть одна нефритовая ваза. Дело в том, что ее теперь можно любыми бошевскими, электрическими и прочими инструментами быстро сделать. А тогда это было невозможно. Это вязкий, тяжелый материал. Он длится долго. И, соответственно, человек того времени и даже теперешнего, кстати, вот по поводу фиксации, о, вот сейчас был Саша очень интересно, сказал, что то, что зафиксировано и стало образом, оно приобретает новую форму вечности. Так я хочу сказать, что эту нефритовую вазу, как я ее сейчас постигаю, она очень содержательная, потому что я вижу, хотя никогда не видел, как ее обрабатывают, что она очень времяемкая. И вот это время емкости ее делается ее образом. Вот что интересно. Вообще вот этот момент о времени и связи его с искусством, он, мне кажется, настолько глубокий, что мы только вот так чуть-чуть копнули его, а тут очень много всего остается. Но позвольте, я вот дам слово Александру. Как вы считаете, вот произведение искусства и время, как соотносятся эти две вещи? Если раз так переключиться на время искусства, я чуть-чуть завершу тему продвижения. Да. Движение связано с временем, между прочим. Но Алексей упомянул, если мы смотрим на идеализм греческого сознания и такой предельный рационализм, где есть мир идей и мир теней, и фактически образы являются этими тенями, и образ вещь подвижная, а мир идей неподвижен, и задача человека преодолеться, как нечто мечтающее, вернуться в мир идей. Это идеализм. У него есть свои проблемы, очень тяжелые проблемы. Не буду сейчас говорить, долго построить. Есть другая позиция, когда можно воспринимать, допустим, сказать так, что мы не можем все равно отказаться от мира образов, потому что это единственное, что мы вообще можем воспринимать. Тогда давайте забудем про этот мир идей. Давайте сосредоточимся на поверхности формы и эмпирическом опыте знания. Это научная картина мира, это новое время. И это совсем другое. Как бы исчезает, опять возникает проблема. Если там проблема отсутствия понимания ценности поверхности формы и образа, то здесь проблема полный отрыв от мира сущности. То есть мы имеем только одну поверхность. Тогда возникает третья попытка уйти через антропологическую редукцию, ну то есть через внутренний мир, что раз у нас нет возможности пробиться к сущности, нам мешает некий мир образов, раз мы не можем сосредоточиться только на мере образов, потому что в них нет полноты сущности, а давайте попробуем искать корень причин в самих себя. Вот ни то, ни другое, ни третье меня, например, не устраивает. Поэтому для меня вот важна дистанция и пауза. И движение. То есть латоновское понимание мира идеи как статичного для меня неприемлемо. То есть идея совсем не статична. Вот эта сущность, которая нам открывается посредством сияния образов, ну посредством формы, самое важное для нас раскрывается в этой искре. То есть то, что содержит в себе поверхность формы и образа, это сущность, которая не является самой сущностью, но она в полноте содержит. И это движение, и это перетекание движения сущности. Вот тут очень важно, что движение происходит, она не статична. Это у Платона статична, а здесь она не статична. Ну это так, я немножко отвлекся, может быть, какие-то очень умозрительные ксегории, но на мой взгляд, без них тоже нельзя. То есть в какой-то момент эти вещи надо продумываться. Да, так вот я говорю, следующий вопрос очень важный. Я говорю о том, что образ, мне кажется, может, я ошибаюсь, не может находиться в фрагменте. То есть он всегда осуществляется, образ всегда как бы имеет полноту. Целостность. Вот, ну целостность, да. И вот вокруг этого можно поговорить, посмотреть, где бы мы могли бы увидеть во фрагменте образ. Мне кажется, что это нереально. Ну если только во фрагменте вложен целостный образ, который мы увидим. Ну опять, то есть все равно надо целый образ. Вот об этом я говорю. Да, у Бальтазара есть такая работа, целая во фрагменте. И у него как раз, мне кажется, похожий образ мысли. А вот можно я тогда время, сейчас мне пусть посетила время, мне хочется, чтобы Саша тема продолжить, потому что он мастер этой темы, а я просто задел какой-то, сделал. Вот мы имеем мир образов вещей. Допустим, этот мир образов вещей вполне может быть и без человека. Для чего тут нужен человек? Вот мне кажется, важность человека, присутствие человека, восприятие этого мира, образа вещей, и его какой-то отклик на этот посыл, на этот призыв голос вещей, это человеческая память. Потому что человеческая память во времени объединяет то, что называется, можно сказать, история вещи. Вот момент именно в человеке возможности памяти, одновременного присутствия прошлого, настоящего и какого-то задела будущего, это вот в человеке особенно концентрировано, объединяется. И в этом важность. Вот я хочу, чтобы Саша что-то продолжил, если я как-то тему... Ну, я понимаю, но она настолько серьезная тема, что она меня приводит к тому, что мы как бы одновременно находимся сразу в нескольких... Сами являясь собой единым, мы находимся в некоторых разных позициях. Часто мы бываем в компромиссе с фрагментом, а сознание наше постоянно создает систему координат, которые не находятся во фрагменте. И вот отсюда идет как раз роль памяти. Потому что память не просто как нечто такое, а то, что как бы постоянно длилящееся. То есть это не воспоминание, а именно память, которая в каждый момент с нами пребывает, в каком бы фрагменте мы не находились. Ну и отсюда есть вот тоже ряд примеров. Я очень люблю примеры, потому что без них сразу... Это хорошо. Значит, я вспоминаю опять ситуацию с собой. Мне 13 лет, и я выхитряюсь плохо довольно плавать и тону на реке Оке. И там появляется встреча с новым. То есть я вижу, как редко начинает быть свечение зеленого, а в основном какая-то мгла. Я еще ее не могу довести до того, что она для меня делается постоянно величина. Она только пока фрагментарная. Но сознание мое говорит о том, что надеяться особо не на что, потому что это быстрина, и помочь-то некому, а я не сумею выплатить. И дальше появляется очень интересное заключение. Мне стыдно кричать, потому что если бы я знал, что меня кто-то спасет, я бы крикнул. Но когда я не вижу надежды на это, то я считаю, что мне стыдно кричать. Я просто сейчас сам себя со стороны смотрю. Значит, появляется два. Первое – это то, что я вот вижу каждую секунду, вот это фрагментное состояние, как я тону, набираю воздух, все. А с другой стороны, я оцениваю всю обстановку. А третья сторона – то, что оказывается, при всей моей этой замечательной памяти, я не мог учесть, что человек, это старший человек, который был, что он вовсе не будет за мной кидаться в воду. Он пробежит быстро-быстро по берегу и меня там встретит. Этого я не мог себе сделать. Я просто рассказываю всю полноту картины, какая была. И пошло по этому варианту. А у него тоже в голове было интересно. Он знает, что каждый утопающий, он будет сейчас тянуть на дно того, кто ее спасает. И он, значит, больше всего боится, что его сейчас будут утопить. Но через несколько секунд он говорит, ты хоть немножко помогал. Появляются опять изменения. И вот эти вот изменения, которые приводят к тому, что общее вот это ощущение того, что я тону, оно пришло только, когда мы вышли на берег. Потому что пока мы не доплыли до берега, я находился все равно во фрагменте. Когда вышел на берег, тот, значит, охватил какое-то совершенно невероятное ощущение. Первое, это не то, что радость, победа. Нет, ни в коем случае. Просто какие-то были биологически сильные импульсы. Скажем, я очень хорошо видел на расстоянии 100 метров каждую песчинку и не имел никакого веса в этот момент. Ну, это шоковое состояние. Оно изнутри так выглядит. И потом дальше есть еще некоторые вещи. Но я просто рассказываю, что такое память по отношению к фрагменту времени и как там вот происходят какие-то события. И таких у меня много накапливается за жизнь. Вот таких вот разноцентровых событий, которые я переживал первым делом. Ну, вот, скажем, я переворачивался с машинами в Дагестане, с большой грузовой машиной вниз. И, ну, там все, слава богу, живы остались. Но я просто вспоминаю вот эту плотность времени, которая быстро начинает рваться на тысячные доли секунды. И каждая из них имеет энергию очень большой картины. И вот нам воспринять то, что я говорю, невозможно, потому что это слова, как семечки. А что значит большой картины? Что там явление Христа народу, каждый десятый? Нет, этого нет. Но это уточнение системы координат, которые оказываются для нас крайне важны, как для живого человека. Система координат, система опасности, система того-сего. То есть то, что у нас приводит в соотношение с той секундой, в которой мы живем. Вот это очень интересная вещь. Я могу еще и третьей, и четвертой, и каждый раз по-разному. И это, мне кажется, очень важно. Если я... Я только про себя говорю, я не знаю, как у других это происходит. Ну, я один раз тоже переворачивался в машине, но у меня опыт немножко другой. У меня опыт какой-то неизбежности, из которой я не могу выбраться. Вот, по крайней мере, я такое вспомнил. Александр, а у вас есть опыт такого вот восприятия замедления времени, да, или наоборот, в какого-то целостного его восприятия? Ну, вот, Саша, ты имел очень хорошее слово «потяженность». По-моему, это у Августина. А как раз именно эта протяженность является качеством вечности у времени, его протяженности. Мне кажется, у меня вот нет такого опыта, чтобы я вот так экстремально, ну, как-то близок был к смерти. Такого я... Нет, был я, конечно, но я не переживал. Вот так остро это все мгновенно происходило, помимо меня. Ну, вот в Баварии я бывал, допустим, там это все произошло, я уже очнулся после. Нет, а я даже не говорю, что у меня никакого переживания о смерти не было. Это только фрагменты все. Да, я понял. Да, но у меня даже этого не было, потому что все, доль секунд произошло, и... И более того, даже вот это вот... Мне не хватало интеллекта, чтобы переживать. Это как смерть, потому что, когда маленький человек, он бессмертный, у него нет... Он еще недавно вышел из Вечности, поэтому у него вот это ощущение еще остается. Ну, вот ощущение протяженности времени у меня с возрастом все более возрастает. И относится это, в первую очередь, к тому, ну, моему творческому процессу, который у меня происходит. У меня все меньше стирают, ну, как бы стираются границы. Как бы я сам себя более цельно начинаю все воспринимать. Это прошлое не является беспредельно прошлым, которое куда-то исчезло. Оно абсолютно здесь, оно составляет мою полноту. Без нее не может быть меня. Вот. И вот эта вот протяженность, она для меня становится сверхактуальна и переживаемая практически постоянно. Я все больше и больше, то ли это возраст, что ли, рассказывается, вхожу в это просто, когда прошлое, при всей, может быть, ностальгичности каких-то моментов, это часть меня здесь и сейчас. И никак не могу это разорвать. Да, здесь опять получается два анализа интересных. Значит, когда мы фиксируемся на чем-то, фиксация, требующая острота глаза и прочее, вот фиксируемся. И там появляется тоже процесс, ну, я просто часто вижу, это необъективно, это то, что мне так кажется. Процесс, который как бы постоянно закрывает последнюю точку, которая определяет цель моей фиксации. То есть как бы вещь начинает сама в себе скрываться. Она как бы вся фиксируется, но она одновременно скрывается. А вот знание о вещи, то есть когда вдруг я вижу ее пространственный какой-то образ и могу делать из нее модели или еще что-то, это уже другой опыт. И вот мне кажется, что это очень интересно, потому что я, и как, наверное, все из нас, мы стремимся к моделированию событий, то есть к такой точной модели, которая нам показывает пространственную жизнь этой вещи. Это, мне кажется, очень связано с образом. Вот это, мне кажется, тем тоже интересно. Нет, мы моделируем, особенно когда человек едет за рулем, он по неволе должен прогнозировать события, которые могут происходить, и он создает некий образ, это помогает ему перемещаться в пространство. Нет, я сейчас о другом говорю. По-другому? Вот сейчас мы говорили о памяти, вот Саша говорил, что он запоминает, ну, какие-то есть очень важные в жизни, вещь, которая вспоминается. Они вспоминаются, скорее, все-таки как образы. То есть они, в принципе, потихонечку освобождаются от механической цепочки времени и начинают быть в образном времени. Это очень важная вещь. Я это имел в виду, да. И это же, собственно говоря, да. Они укладываются медленно и очень хорошо, можно сказать, в какое-то цельное. Опять же, это не фрагмент уже. Это какой-то цельный образ. Хорошо. А вот форма и образ, это как связанные понятия? Мы можем их различить? Ну, для меня форма – это, собственно, средство явления в образе. Если сам образ – это явление сущности вещей, то это явление образного мира для нас возможно только посредством формы. Кстати, не так было для Платона. И, в принципе, вот разница арестует для Платона. Платон мыслил категориями идей, и форма для него была несущественна. Арестуру мыслил категории формы, где форма постоянно совершает переход в материю, формы материи, допустим, медный шар. Сама по себе шаровидность нам ничего не говорит, и медность не говорит, а только в соединении медный и шар. Мы можем представить этот медный шар. Поэтому вот это вот как связана форма и образ. Но для меня вот эта вот явленность бытия возможна только посредством образов для нас, а явленность образов происходит посредством формы. Как-то так вот. Ну, я сейчас вот подумал на такую тему, вот сейчас мы в основном беседуем, и вот смотрю, скажем, ну, какое было воспитание в Сванете крестьянское. В принципе, там никаких слов не произносится, просто ребёнок повторяет примерно то, чего есть в опыте у старших. И там появляется вот этот процесс, который как бы даёт, как сказать, всему вход, очень хороший вход. И в нашей жизни тоже похожие вещи, потому что то, чего человек как бы встречает, не просто как слова, а как некоторый процесс, ну, скажем, научился плавать, там, я не знаю, ног чего, оно потом делается его активом, который может входить ещё и в другие вещи, но это уже, да, как сказать, опыт в реальности, он не назывной. Вот мне показалось, что надо посмотреть, форма – это назывная вещь или нет. Миличин, конечно, это более сложная вещь, потому что она даёт посредничество с реальностью. И тогда надо посмотреть, что ж такое образ сам по отношению к форме. Мне вот это кажется, вот эти очень важные моменты. Потому что вот это странное такое в три поворота разговор о кровати у Платона, да, там, значит, идея кровати, мастер, который сделал, и такой цыган-художник потом это изобразил. Но сейчас это кажется странно, правда. Потому что у нас перевернулось всё, потому что сейчас художник как раз идеи делает. Ну, судя по тому, если Матисова посылает в космос любой орнамент, и тот уже обладает паспортом независимого предмета, который уже может в окружение входить с чем-то. Там такого не было. Поэтому мне кажется, что вот эта историческая менталитет, и современная, он всё-таки очень разный. Более того, вот я беру какой-нибудь философа, ну, прошу прощения, их мало знаю, но я сразу вижу, из какого гнезда времени он говорит. Вот гнездо времени остаётся. И изменение отношения к восприятию образа, оно тоже зависит от времени, когда это отношение происходит. Платоновское одно, уже и историческое другое. Позднее всё это меняется, меняется. Бальтозавод совсем другое. Дальше идёт очень интересный вопрос. Где же человек постоянно находит идею свободы? Вот это, мне кажется, очень интересно. Значит, с моей точки зрения, есть вещи, которые не имеют обозначения словесного. Вот сейчас мы с вами разговариваем, между нами тоже существует пространство, которое нельзя назвать никак словами. И там появляется запас образов в этом. То есть они потенциально скрыты пока, потому что не названы. Вот на эту тему, может быть, очень скажете. Это интересно. Александр. Ну, я немножко начал этот вопрос тайной. Вот для меня вот эта вот прикровенность того, о чём говорят произведения, вот сейчас мы были на выставке Красулина, и ценность их во многом всё-таки неполная открытость той тайны, которую я чувствую, вижу, созрацаю, но она остаётся для меня всё-таки тайной. И в этом её, вообще-то для меня, в этом её красота. Вот, видите, до конца добрались до красоты, что очень приятно, это здорово. И, соответственно, там появляются те самые пузырьки свободы, которые так необходимы всем зрителям и свидетелям. А вот тогда у меня, знаете, вопрос, связанный и со свободой, и с творчеством. Вообще, вот если вернуться действительно к выставке Красулина, как вы думаете, вот через вот эти произведения искусства просвечивает некое сияние вот божественного, вечного? Конечно. А вот сейчас мы пытаемся. Ну, так, значит, цивилизация, предположим, берём какие-нибудь многообразные там центры, Париж, Москва, разные периоды. Появляется то, чего часто говорится, вот сейчас мода та или та, или это, или ещё что-то, или какая-то там, не знаю, вот вы вспомните, какой пожар кубизма охватил массу художников, совершенно в разных местах, все стали кубистами, или там метафизика, который там, причём солидные художники, я не знаю, мы не берём только Пикассо, а тот же Имаранди, он сколько метафизикой занимался, всякой там массой. Вот. И в то же время это видно, что это, ну, слово определённого времени, потому что оно дальше не распространяется, где-то угасает. Иногда мы видим великого мастера, а у него нет последователей, вообще никаких. Хотя он уже дошёл почти до самого последнего, ну, как сказать, до очень конкретной формы, у него всё очень названо, а последователей нет. И мне кажется, что эта тема интересная, вот что такое перенос темы, который может вот возникнуть. Ну, вот мы уже говорили, и Саша сейчас занимается, в общем, классикой всё время такой. Вот, скажем, мы говорим о том, что там с времён Сурбарана, а может ещё раньше, появляется вот образ ножа с черенком, который переходит через край стола. И он переходит один век, второй, третий, четвёртый, и до 21-го доходит, потому что я видел, и сейчас тоже это есть. И как мы это назовём? Это образ, знак или что это такое? Почему он такой магический? Почему прибегают к этому замечательному образу и всё время, постоянно? Мне кажется, вот какие-то такие рассмотрения, они могут дать нам какой-то ответ потом. А ещё я думаю, что... Потому что вроде нового ничего не называется, а вот он переходит, он почему-то очень важный для всех. То же самое, как расположение. Вот есть постоянная магия между натюрмортом и фризом. Вот фриз – это то, чего идёт параллельно, то есть то, что не смотрит на тебя злыми глазами, а идёт параллельно твоему сознанию. Фриз слева направо или ещё как-то. И очень часто вот это там, где художник делается богом, демиургом, вернее, не богом, а демиургом, он сам составляет себе натюрморт. Пейзаж он себе сам не может составить, только в своём восприятии. А натюрморт может, он там владеет вещами. И очень часто вот эти натюрморты имеют такие же шахматные позиции Е2-Е4, когда столешница параллельная, и она очень тяжёлая, как, ну, я не знаю, у Шардена, там, не знаю, у кого. И либо это углом идёт каким-то, да, то, что делают в начальных классах. Вот. И в каком-то смысле там набирается тоже состав такой очень разный именно по материалу. Какой-то бесконечно безумный глупый горшок глиняный, который обязательно должен быть, фрагмент дерюшки, который неизвестно, где кончается и где начинается, а потом художник додумывает за это, чем они должны кончиться. И какие-то, я не знаю, там эти парафиновые фрукты, которые блестят вечным этим псевдоподобием. И вот это всё предлагается, высыпается, и, значит, окатывается художник мёртвой водой, потому что они все заранее имеют в конце тетрадки ответы, как это надо делать. И получается сначала мёртвая вода, и с этой мёртвой воды добраться до свободы практически невозможно. Всё делалось для того, чтобы художник никогда не добирался до свободы. Ну, а для художника всё-таки это самое важное. Ну да, потом что получается? Потом появляется то время, о котором Саша говорит, которое уже окатывает человека живой водой. И живая вода восстаёт на это, и появляются рефлексы на ту первую, которые остаются в виде некоторых модулей в голове, но они все обновляются своими противоположными руками. В чём тут дело? Дело в том, что чистый божественный ребёнок, который не имеет конфликтного сознания, то есть ему холодно, он не говорит мне холодно, потому что он не знает альтернативы, чтобы ему было жарко. Он просто пребывает в этом. И когда вдруг он моделирует какую-то ситуацию и говорит что-то, там начинается работа на образ. Вот мне кажется, это очень важно, потому что он пока находился в расплаве своих ощущений, и он целиком в волне того, что происходит. Она целостная, там всё замечательно, только там нету его собственного сознания. А вот смотрите, допустим, вот Матюшин говорит, что он там в детстве увидел осколок глиняного кувшина, и этот кувшин, форма этого кувшина, его осенило на всю жизнь. Вроде бы, казалось бы, повторяемость кувшина, когда-то в Дреценом Греции это прозвучало, должна бы надоесть. Она не надоедает. Каждый раз вот это явление образа – это всегда событие, и всегда событие новое. Это движение, развитие, и всегда вновь и вновь. И ненадоедаемость этому событию даёт тайна. Вот если бы мы это явление познали, вот он бы познал, оно бы надоело, наскучило. Вот эта прикровенность, таинственность – очень важное свойство искусства, не до конца досказанности. И вот это вот таинственность позволяет нам вновь и вновь в каждом столетии являть какие-то совершенно новые образы, вроде бы опираясь на одни и те же значки. Матюшин видел какой-то кувшин, этот кувшин сто раз репредукцировался на протяжении столицы, он видит его где-то на свалке в виде осколка и какой-то, причём дешёвый модель. А у него снова всплывает это. И это рождает в нём образ ответ. Это очень интересно. Можно ли сказать, что недосказанность – это недооформленность? Нет. Нет, нет. Вот в том все дело. Вспомните квадрат Малевича. Это истонченность формы, скорее. Это истонченность формы. Вот для меня это истонченность формы, а её ненавязчивость. Квадрат Малевича для одного – это просто шарлатанство, а для другого – бесконечное событие. А вы к кому относитесь? Но дело в том, что мало знают, с чем это связано. Потому что если выдрать её из контекста, конечно, почти невоспринимаемая. Но в контексте – это определённое время, и потом это всё-таки результат театральной работы. Но это фрагменты заводеатра. И то, что он в моменте движения на велосипеде по театральной теме нашёл этот квадрат, это событие очень большое оказалось. Но надо сказать, что он на велосипеде скорости подошёл к нему. Он не мог его статически видеть. Вот квадрат Малевича. Там ничего не будет. Это та же самая ситуация, что у нас с Луной. Мы можем во всё её полнолуние смотреть и ничего не испытывать. Мне очень нравится здесь совсем сумасшедший пример Гоголя, который приехал на гроб Господень, три дня просидел, говорит, ничего не чувствую. А это Гоголь. Поэтому я ещё раз говорю, что здесь очень важны моменты движения какого-то. – Тогда у нас финальный вопрос, потому что мы уже близимся к завершению. Он состоит в следующем. Вот такой вопрос теоретический, наверное. Просвечивает ли божественное через произведение искусства современное древнегрузинское искусство? – Сейчас попробую ответить. Опять так же сложно, как обо всём. Значит, вот у нас через три дня будет конференция по поводу древнегрузинского искусства. И тут я обнаружил интересную вещь, что в кинцвесе уверение Фомы происходит таким образом, которое противоречит нашим поговоркам. Там поговорка есть «попал пальцем в небо». И, соответственно, все, когда делают образ святого Фомы, он должен вложить свои перста в раны Господни. И вдруг вот этот художник из кинцвесе показывает, как он дотрагивается только до голубой одежды спасителя, и никаких там нет ран, и ничего этого нет. Что это означает? Это удивительно. Он попадает в контекст того, что Христос уже побывал на небесах, и в голубой одежде с небес появляется перед ним. И он попадает пальцем в небо. И вот тут вот появляется ответ образный, потому что пальцем в небо с точки зрения моего отца, который говорит, сколько спит в колесе, а здесь попадание пальцем в небо – это угадывание того главного, что должно было быть в этой ситуации. По-моему, замечательно. Если это пословица приобретает вообще другой смысл. Ну, я про это и говорю. Александр, а вы как считаете? Просвечивает ли? Просвечивает ли божественное через произведение искусства? Ну, это, во-первых, что произведение искусства тоже будет очень сложно сказать. А что является произведением искусства? Ну, для меня произведением искусства является то, сквозь чего просвечивает это божественное. Вот, отличный ответ, здорово. И без этого как бы нет произведения искусства. Что-то мне сейчас сразу Ван Гог вспомнилось. И даже вот недавно приведенным пейзажем сейчас Павел Адильнов находится в Америке. И он вчера выложил какой-то совершенно неизвестный мне маленький пейзаж ранее Ван Гога. Совсем еще ранее, когда период ездоков картофеля. И там классический пейзаж, какие-то дирекционные, в далеке классический вангоговский хамик. И там почти нет таких ярких цветов, но это еще ранее Ван Гога. Там только серебристая, серебристо-серая и какие-то оттенки золотого. Это удивительно красиво. Вот в этом во всем уже просвечивает. То есть я вот вижу, не могу оторвать глаз. Насколько это вот переливы. Он еще сфотографировал. Хорошо Павел. Хорошо сфотографировал. И фотографии замечательные по свету. И там видно все. Для меня, вот я утром сегодня, по-моему, видел, вот это просвечивание было совершенно очевидным. Был я сегодня на выставке. Просвечивает. Конечно, просвечивает. Потому что я не мог оторваться. То есть вот это переживание встречи с чем-то, с реальностью. А реальность, это уже связано, если мы говорим о реальность, в ее значении. Реальность. Это уже связь с Божественным. Естественно, просвечивает. Без этого нет как бы искусства. Ну, вы помните, там зал, где есть два металлических предмета, три. Колесо подвешенное, которое просечное, и оно делается прозрачным. И эта прозрачность, она усиливается не только по тем, что там пробиты дырки, а еще эти дырки одновременно и написаны. И там появляется нечто новое. То есть там уже нет предмета, а есть состояние. Состояние на базе металла, а состояние, которое противоположно тому, чего заявляет сам статический металл. Друзья, спасибо вам за эту... Утомили. Нет, за эту эзотерическую беседу. Я надеюсь, люди, которые досмотрят ее до конца, постигнут многое. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Большое спасибо, Саша. Я очень рад был беседе и вообще счастлив просто, что удалось вот так вот вместе побеседоваться. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова